Реальные супергерои. Спецназ службы исполнения наказания «Ураган» отмечает четвертьвековой юбилей, как всегда на боевом посту, а точнее на тренировке. Часть отряда спецназначения на стрельбище. Масс халаты на самих бойцах, замаскированные их винтовки. Сначала журналистам свои навыки демонстрируют снайперы. С задачей попасть в яблочко с расстояния больше 150 метров оба стрелка справляются на отлично. Стрелка хорошего можно выучить, но снайпера это нужно еще вкупе с тем, что хорошо стрелять, еще нервы должны быть спокойны и выдержанность. Нужно много времени уходит не на выстрел, а на ожидание. Это другая часть тренировки, совмещающая силовые упражнения и навыки владения оружием. Бойцы на полигоне имитируют освобождение заложников от захвата. Показывать лиц этих брутальных парней мы не можем, чтобы обезопасить их жизни вне службы. Отработка навыков, занятия, упражнения, будни спецназовцев. Задача подразделения обеспечивать безопасность в местах заключения, предотвращать ЧП. К тренировкам на полигоне бойцы относятся со всей серьезностью. В реальной жизни шанса на ошибку у них может не быть. Естественно, никаких переговоров. То есть, это отрабатывается многократными упражнениями, повторениями. То есть, один сотрудник сменяет второго. Так происходит во время спецоперации, чтобы обеспечить непрерывность огня и результативность операции. Спецназ – элитное подразделение. Здесь службы проходят лучшие из лучших. Самые физически сильные и крепкие, а еще эмоционально устойчивые. Мы определяем состояние динамического эмоционального состояния. То есть, это и нервно-психическая устойчивость, и болевой контроль, и стрессоустойчивость. То есть, смотрим, как человек может адекватно и с меньшим ущербом для себя, для своего организма справляться со стрессами. От скорости его реакции, от того, как он будет быстро реагировать на те или иные раздражающие стрессорные факторы, будет зависеть жизнь и его, и жизнь окружающих его сотрудников. В Ивановском урагане три краповых берета. Право ношения этого форменного головного убора имеют только те, кто прошел семь жестких квалификационных испытаний. В том числе, 12-километровый марш-бросок. Огневую полосу справился с силовыми испытаниями и выдержал 12-минутный бой со сменой противников. Краповый берет – предмет исключительной гордости спецназовца. Нельзя одного критерия убирать сильным. Должны быть все качества и помаленьку. Все должно присутствовать человеку. Все понемногу. И сильным, и ловким, и умным, и грамотным мыслящим человеком. Все ребята у нас с высшим образованием, довольно-таки все тактики хорошо развиты. За 25 лет существования подразделения бойца множество раз приходилось отработанные навыки применять на практике. 19 раз офицеры выезжали в командировки на Северный Кавказ. В программе обучения сотрудников ежедневные занятия по специальностям, такие как огневая подготовка, топография, тактическая подготовка, альпинизм и так далее. Каждый сотрудник ежедневно проходит и участвует в занятиях, которые проводятся в рамках служебной боевой подготовки. В день образования спецподразделения бойцам желают спокойной службы. В этом прежде всего заинтересованы потенциальные противники урагана. Врагу не пожелаешь увидеть работу отряда в полную мощь. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.